МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Алматы. Итоговый выпуск новостей в студии Дина Женобекова. Смотрите сегодня в выпуске. В Актобе подросток погиб, ударившийся об угол парты. В полиции завели уголовное дело. Около 4 тысяч жителей села Тлинди и Фалматинской области третий день сидят без отопления. Работа на опасном производстве. Кто может рассчитывать на ежемесячные выплаты от государства? Десятки фур застряли на трассе в Актюбинской области. На местах открыли пункты обогрева. В Алматы спасают оставшихся на улице в лютый мороз бездомных. Начинаем выпуск. В Актобе завели дело по факту смерти ученика 27-й школы. Несчастный случай произошел прямо в кабинете физики на Перемене. В это время там находились учители несколько учащихся, по словам очевидцев. Семиклассник забежал в класс перед уроком и споткнулся о порог. При падении 13-летний подросток сильно ударился об угол парты и потерял сознание. Он получил травму гортани и грудной клетки. Его экстренно госпитализировали, но в областную детскую больницу мальчик поступил в состоянии клинической смерти. Проведенные в течение получаса реанимационные мероприятия не помогли. Немедленно была вызвана медсестра, которая оказала первую необходимую помощь. Вызвала потом скорую помощь, вызвала родителей. Приехал отец. И скорую помощь ребенка, ученика Романа, и классного руководителя, и отец поехали вместе с скорой в больницу забрали. И после этого с больницы пришла такая, скажем так, трагическая новость о том, что мальчик скончался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Расследование проводится по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей», повлекшее по неосторожности смерть малолетнего. По данному факту начато досудебное расследование по статье 141 части 2 Уголовного кодекса. По делу назначен процессуальный прокурор. Ход расследования уголовного дела взят на личный контроль прокурором области. А в Шымкенте в результате крупного пожара погиб 29-летний инвалид-колясочник. Из-за быстрого распространения огня мужчину спасти не удалось. Брат погибшего успел вытащить из окна пятерых детей мать и супругу. Для ликвидации пожара задействовали 20 сотрудников личного состава ДЧС и 3 единицы техники. Пожар удалось потушить за 30 минут. Я считаю, пожар случился из-за утечки газа, не из-за света или замыкания. Огонь нечем быстро распространился, и я не успел спасти брата. Все горело красным пламенем. Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, возгорание электростабилизатора котла или проводки возле отопительного котла с последующим плавлением прибора привело к утечке газа и последующему хлопку. 14 декабря поступила информация о том, что в микрорайоне Козелжар произошел пожар. По предварительному прогнозу предполагается, что пожар произошел из-за замыкания линии электропередачи. Сейчас назначено обследование. В связи с трагедией было приведено расследование и назначено экспертизы. Село Тлиндей в Алматинской области осталось без газоснабжения. В результате проблемы с отоплением сейчас испытывают несколько тысяч потребителей. У многих нет альтернативной системы отопления угольных печей. В некоторых домах уже замерзли батареи. В газоснабжающей компании обещают решить проблему, но точных сроков назвать не могут. Экстремальные условия жизни сельчан на себе испытала Аделя Кжаркенова. Без тепла в первые морозы остались порядка 4 тысяч человек, проживающих в селе Тлиндиев. У большинства сельчан нет угольных печей для отопления, поэтому ситуация с каждым днём только ухудшается. Газа нет вообще. В домах 13-14 градусов. А счётчики крутятся. Деньги у нас, как положено, снимают. А за что мы платим? У меня дети маленькие, болеют, мёрзнут. Неужели никто не знал, что зима придёт? Газовики говорят, включайте резервное отопление. А если его нет? Другие жители рассказывают, что после больших трат на установку газового отопления им теперь приходится дополнительно закупать дрова, уголь или электрические обогреватели. А это немалая нагрузка на семейный бюджет. Газовики обещают решить проблему, завершив прокладку 11-километровой газовой магистрали. В Междуреченске есть, Чапаевке, Жаркым-Жастаре. Везде сейчас проблемы с давлением газа. Все меры принимаем, чтобы газ был у них. Я думаю, в течение 10 дней мы снимем эту назаревшую ветку. 10 дней? Если не получите отчёт. У нас уже, вот мы, трассу 11 километров, мы уже завершаем её. 11. Осталось там где-то около километра завершить. Когда мы согласуем эту трассу сегодня, то завтра, после завтра я поставлю прокол, прокол сделаем, мы газ будем. Что делать замерзающим сельчанам эти 10 дней непонятно. Местный житель Ренат Баймуханов рассказывает, что перебои с давлением газа в отопительный сезон происходят ежегодно. Мы давайте в толпу пойдём, 11 километров будем пробивать, копать, если это решит проблему. Но не в этом же дело. Мы ежегодно сталкиваемся с этим. Замёрзшая прихожая зона показывает, насколько сейчас холодно в домах селить Линдиев. По словам жителей, они не отапливались вот уже более трёх дней. Поэтому им приходится ходить в куртках и даже перчатках. В местном Акимате говорят, что тепло в домах появится в ближайшее время. То есть после завершения всех пусконакладочных работ и опробирования системы газоснабжения. Но назвать точную дату подключения не смогли. Аделя Кжаркенова, Рашидин Якупов, телеканал Алматы. Но в столице жителей сразу шести жилых комплексов переполошил огромный счёт, который им выставил бывший глава кооператива. Эта сумма, по его словам, необходима для того, чтобы выплатить зарплату работникам КСК. Всё бы ничего, но вот владельцы квартир возмущены тем, что долг образовался через два года после образования ОСИ. Конфликтующие стороны выслушала Далина Сипова. Заявление пишем для ИРЦ, чтобы мы отказывались оплатить. Бывший председатель КСК выставил счета жильцам сразу нескольких жилых комплексов. Должниками оказались сотни людей. Гасить счета, пришедшие в преддверии Нового года, переполошённые горожане не намерены, так как считают, что выставлены они несправедливо. По словам председателей ОСИ, сразу нескольких домов КСК свои обязанности перед жильцами не выполняла. Теплообменники текли, краны взрывались, трубы все на чопиках, на хомутиках были. Вот это всё мы меняли, собирали целевые сборы. Люди столько денег сейчас выложили, чтобы всё это восстановить. Тепловые узлы восстановили, крышу восстановили. Никто не работал, дворник не убирал. Мы вот спрашивали, дворник, она нам зарплату не платит. О том, что работники несколько месяцев не получали зарплату, говорит и сама бывшая глава кондоминиума. По её словам, жильцы услуги вовремя не оплачивали. А накопившиеся долги – это прежде всего оплата труда дворников и других работников. Сейчас среди жильца поставила, это долги, это зарплаты наших рабочих. Работали технические, дворники, сантехники, электрописи. Дети месяца, когда я работала сам подседателем. Теперь я же должна зарплату выдачить. До сих пор уже год и жду. Увыдавление посылаю, нет, не реагирую. По словам жильцов, ранее они судились с председателем кооператива из-за того, что она не передала технику и финансовые документы в ВАСИ. В городском же Акимате отмечают, что если стороны не договорятся, то им снова придется обращаться в суд. Даля Насипова, Нурлан Утигенов, Достан Тимирбекула, телеканал Алматы, Астана. С нового года казахстанцам, работающим на вредных производствах, назначат выплаты. Соответствующий законопроект сегодня приняли в Сенате и направили на подпись президенту. Работники отдельных предприятий, в том числе и шахтеры, которые достигли 55 лет ежемесячно, будут получать по 200 тысяч тенге. Финансовая поддержка от государства будет оказываться до достижения получателями пенсионного возраста. Но есть определенные условия. Подробнее о них расскажет Мира Альжанова. Принятый сенаторами законопроект предусматривает начисление специальных выплат шахтерам и другим работникам опасных профессий. Все, что требуется – 7-летний стаж работы во вредных условиях, наличие обязательных пенсионных взносов и возраст от 55 лет и старше. Еще одно условие – сотрудник должен уйти с работы с вредными условиями труда или перевестись на более легкую должность. Чтобы получить это пособие, работникам нужно обратиться в отделы кадров по месту работы и написать соответствующее заявление. Заявление о том, что он прекращает эту деятельность во вредных условиях и он может перейти на любой труд. Это заявление автоматически передается в наши системы и выплата ему будет назначаться. Пособие, как сообщили в Минтруда, будет состоять из четырех источников – профессиональных платежей, пенсионных взносов, страховых начислений и средств работодателей. В среднем ее размер будет достигать порядка 200 тысяч тенге. Санжо Маркемедович только поручил принять необходимые меры для поддержки людей, которые длительное время работали во вредных условиях труда. И в этой связи поддержан был сегодня наш закон. Кого это будет касаться? Это тех людей, которым уже сейчас 55 лет и которые последние 84 месяца проработали во вредных условиях. Им будет оказано, то есть поддержано и выплачены такие пособия. На эту финансовую поддержку смогут рассчитывать порядка 35 тысяч казахстанцев. Она будет выплачиваться им до достижения пенсионного возраста. Стоит отметить, что на сегодня в Казахстане насчитывается порядка 2000 опасных профессий. В Сенате сегодня предложили отменить субсидирование аренды авто для таксистов. Депутат Верхней Палаты Парламента Жанна Асанова считает, что необходимо предоставить адаптационный период для таксомоторных компаний и водителя. По ее мнению, в таксисты идут работать представители незащищенных слоев населения и внутренние мигранты. Сенатор добавила, что их доходы зачастую очень низкие, потому и ухудшение условий для водителей таксопарков может негативно повлиять на доступность услуг такси, отметила Асанова. Сейчас в отрасли такси заняты свыше 2013 тысяч человек водителей, не считая работников автопарков. Доход водителя такси примерно соответствует медианной заработной плате в Казахстане, которая в 2022 году составила 204 тысяч тенге. Доля ежедневного дохода водителя составляет 30-50% от стоимости поездки. Со следующего года данные о мобильных переводах предпринимателей будут поступать в Комитет госдоходов. По данным ведомства, если человек получил более 100 переводов от различных отправителей за последние три месяца, он попадет под внимание налогового контроля и по нему проведут аналитическую работу. По словам специалистов, изменения не затрагивают добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. Сейчас в КГД проводят обработку и анализ данных по госслужащим, приравненным к ним лицам и их супругам, а за следующего года по работникам госучреждений, субъектов квази-государственного сектора и их супругам. Далее идут руководители юрлиц и их супруги, а также ИП. На 6,5% должна вырасти экономика Алматы по итогам года, а инфляция в ноябре замедлилась до 10,5%. Об этом сообщил Ербулат Дусаев. Сегодня главу мегаполиса в Аккорде принял Касымжомар Тукаев. Аким города доложил президенту, что поступление в бюджет составили почти 5 триллионов тенге. А общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 20%. В городе ведется комплексная работа по развитию и экологизации общественного транспорта. В этом году обновили и троллейбусы. С начала года построено 25 километров новых дорог. По проекту «Комфортная школа» строится 22 учебных заведения. Полным ходом идет озеленение. Высажено 276 тысяч деревьев и кустарников, отметил Дусаев. Вы смотрите новости. Далее выпуски. Десятки пур застряли на трассе в Актюбинской области. На местах открыли пункты обогрева. В Алматы спасают оставшихся на улице в лютый мороз бездомных. Продолжаем выпуск. В Актюбинской области спасли пассажиров рейсового автобуса сообщением «Москва-Душамбе». Накануне больше 60 человек, в том числе 8 детей, попали в снежный плен на дороге. Но попавших в беду путников вызвалили из снежного плена и разместили в кемпинге. Всего в регионе открыто больше 100 пунктов обогрева. Там сейчас находятся и водители большегрузов, в основном иностранцы. Им пришлось оставить свои фуры на обочине и ждать помощи. Из региона передает Лейла Уэсова. На западе страны транспортный коллапс парализовал движение на трассах. Дальнобойщики оставляют заглохшие машины прямо на проезжей части и ищут убежище в кемпингах. На сегодня в регионе проведено 17 спасательных операций. Эвакуировано 68 человек. Десяти пострадавшим оказана первая медпомощь. Накануне пассажиров неисправного автобуса доставили в пункты обогрева. Все они граждане Таджикистана. Для оказания помощи пострадавшим, оставшимся в снежном длину, на трассе Преспубликанской областного значения подготовлено 127 пунктов обогрева. Также имеются с него задержившие щиты, протяженность которых составляет 94,7 километров. Заторы из большегрузов сейчас наблюдаются на трассе Актубе-Храмтау-Карабутак-Иргиз. Интенсивность движения на этом участке очень большая. До 16 тысяч машин в сутки. По официальным данным, на обочинах стоят порядка 40 фур. В основном за рулем граждане Кыргызстана, Узбекистана и Турции. От буксировки дальнобойщики отказываются. Я не могу разрешить буксировку, потому что она огруженная, колеса все расторможены. Если сейчас она даже и не возьмет ее на буксир, а если возьмет, потянет, колеса все сотрутся, они юзом пойдут, а они стоят не три копейки. По словам водителей, они боятся повредить шины, но не знают, почему выехали в рейс без шипованной резины. А еще большегрузы глохнут посреди степи из-за замерзшей в баках летней солярки. Как сообщили в Казавтожоле, только за неделю они вызвалили заснеженных трасс 92 фуры. Из них только 35 грузовых на участке Ахтюбе-Хараптах. Основными причинами являются неисправность системы подачи воздуха или замерзания дизельного топлива. Многие водители заезжают к нам с южных регионов, заправляются в последние точки в Хазладинской области, в Аральске, где зимние солярки отсутствуют. Со стороны некоторых водителей, грузовиков встречаются те, кто не дают согласия на буксировку на своих автомобилях, и те, которые закрывают и оставляют свои транспортные средства на дороге. Фуры на дистопливе перегнали на спецстоянки, а водителей разместили в пунктах обогрева. В полиции советуют водителям отложить дальние поездки и переждать морозы. Хотя уже выходные, по прогнозам синоптиков, на смену морозам придет теплая и ясная погода. Лайла Ойсова, Жумархады Бергенов, телеканал Алматы, Октюбинская область. Между тем, жамбылские спасатели только за прошедшие сутки вызвали из снежного плена более 550 человек. Несмотря на плохие погодные условия, людей продолжают выезжать в дорогу. В результате спасатели круглые сутки эвакуируют граждан из снежных заносов, размещают в пунктах обогрева, оказывают помощь в отогреве машин и доставляют продукты питания. На сегодня открыт телефон горячей линии для оказавшихся в сложной ситуации. Людям оказывают психологическую помощь. Ситуация на дорогах остается напряженной. Сотрудники областного департамента ПЧС призывают граждан воздержаться от поездок. По их данным, несмотря на предупреждение о закрытии трасс, люди продолжают выезжать на автомобилях даже с грудными детьми. На сегодняшний день также на помощь в Курдайский район выехал республиканский оперативно-спасательный отряд из города Алматы. Силы и средства уже прибыли. Также приступили к спасению пострадавших. На данный момент имеется участок, куда подъехать невозможна. Видимость нулевая. Также есть сильный ветер, обильные осадки. На данный момент все дороги республиканского защищения во всех направлениях Пажамбулской области закрыты. По какой-либо обновленной информации мы обязательно уведомим население. Казахстанские авиакомпании сообщили о возможных задержках и отмене рейсов из-за непогоды. Пассажирам рекомендуется проверять СМС-уведомления и следить за статусом рейса на сайтах авиакомпании. В случае возникновения вопросов можно обратиться в круглосуточный центр поддержки клиентов. По данным авиаперевозчиков, задержки и вылета также возможны в связи с ожиданием очереди на облив противообледенительной жидкостью. В Алматинском социальном центре не хватает койко-мест для бездомных людей. Из-за наступивших морозов количество постояльцев увеличилось в два раза. Обездоленных людей буквально спасли от обморожения на улицах в лютые холода. В администрации учреждения сообщили, что объект планируют расширить. Подробнее в материале Аида Иманали. Столбик термометра показывает минус 11, а по ощущениям и вовсе минус 20. Бездомные люди, часто называемые бомжами, сталкиваются с рядом сложных ситуаций, отражающих трудности их повседневной жизни. Многие из них обращаются в благотворительные центры, где им предоставляют еду, одежду и временное убежище. От тех, кто остался на улице, доставляют центр социальной адаптации. С дедома я вышел, начал заниматься ероремонтом. Поехал в Астану, там заболел сильно, в больницу попал. И сильно антибиотик и парализовался. Живущий по соседству Ренат Сыздыков рассказывает, что к бездомной жизни его привела трагическая судьба. Он потерял близких людей. Схитаясь по улицам многие месяцы, он нашел тепло и уют именно здесь. Хотел бы выразить слова благодарности, сказать их этому центру адаптации, в который я попал, практически слепым. Я слеп из-за травмы, полученной мною, ну на улице. Голодный обморок, там сознание потерял. Моя семья давно умерла в автокатастрофе, уже почти 13 лет прошло. Жена и мой сын. Бывший госсотрудник, 73-летняя Людмила Филатова, тоже одна из постоялец центра адаптации. Некогда успешная женщина потеряла вкус к жизни. А все из-за того, что собственная дочь продала квартиру и бросила ее. Дочь моя уехала с иностранцем в другую страну. Все документы, все были забраны. Я так поняла, что ей все не нужно. А здесь я встречала много друзей. Центр адаптации рассчитан на 180 человек. Но сейчас здесь проживает на 6 постояльцев больше. И количество гостей может резко возрасти. С наступлением холодов у нас количество получателей услуг, как вы видите, увеличивается. За последние холодные дни, вот эти 2-3 дня, уже наш центр наполнился на 110. Даже сильные холода, даже до 120% переполняемся. По словам специалистов, сейчас строят новый центр социальной адаптации с более комфортными условиями. Объект будет рассчитан на 143 койко-мест. Аида Иммон Али, Медицинская помощь Алматы. В детском центре скорой медицинской помощи Алматы провели уникальную операцию. Всемирно известный врач-уролог Имран Муштак провел мастер-класс по реконструктивно-пластической операции мочеполовой системы у детей. Для участия в проекте отобрали 9 детей с неизлечимыми и редкими в стране заболеваниями. Подробнее в материале Алия Битовой. Алматинка Айман Надербаева, мать троих детей, у ее старшей дочери Амины, врачи диагностировали спинобифиду, расщепление позвоночника. Это сложный врожденный дефект развития спинного мозга и позвоночника. По словам матери, ранее она множество раз обращалась в различные клиники. Даже в Южной Корее медики отказали в хирургическом вмешательстве из-за сложности диагноза и риска впоследствии. Однако мечта женщины сбылась, и ее дочь благополучно прооперировали отечественные врачи совместно с известным хирургом из Лондона. По Казахстану у нас, по-моему, около двух тысяч мам. У нас есть группа. Я вот обращаюсь к мамочкам, которые не знают проблемы, у которых дети родились спинальники. Пожалуйста, можете обращаться в наш фонд. У нас есть фонд спинобифиды. Мы мамочки, которые уже со стажем, у которых дети уже по 15-16-20 лет. И мы можем хорошо посоветовать, как лечить, что лечить, и каким врачам, в какую больницу можно обратиться к нашим урологам. Как отмечают специалисты, сложность данного диагноза не только в самой операции, но и в послеоперационном периоде. Существуют разные уровни этих диагнозов и разные сложности. Однако, если операция не будет проведена, у детей будут проблемы с мочеиспусканием, когда они вступят во взрослую жизнь. Поэтому лучше не переживать за послеоперационные трудности, а думать о будущем больного ребенка. Организовать такой мастер-класс было очень удачным решением. Сообщается, что при отборе пациентов были выбраны виды операции, которые в стране проводятся редко или не проводятся вообще. Наши дети получат ту важную, необходимую медицинскую помощь, ради которой, как правило, мы ранее отправлялись за рубеж. В результате такого взаимодействия и сотрудничества наших докторов у нас уже ни один диагноз в Казахстане запустился, который мы оперируем и лечим в нашей стране. По словам врачей, сейчас состояние пациентов хорошее. Дети продолжат получать дальнейшее лечение в отделении больницы. Алия Абитова, Хангельда Ахмедханов, телеканал «Алматы». Народный театр Акши Ильинского района презентовал спектакль известного писателя и драматурга Сая Касымбека. Копилка храма культуры пополнилась еще одним представлением. В основе спектакля «Кол» лежит проблема коррупции в обществе и способы борьбы с ней. Актеры театра показали зрителям истинную сущность человека, представшего перед сложным выбором. На показе побывала Амина Усенова. Основная идея спектакля – борьба с коррупцией и мошенничеством. Главный герой Адам пытается избавиться от вредных привычек. Но его темная сторона побуждает на грешные поступки и безнравственность. В результате перед героем встает большой выбор. У каждого своя правда. Кто-то берет взятки, а кто-то против этого. Каждый сам будет отвечать перед Аллахом. Думаю, что если каждый будет принимать решение по совести, то он не ошибется. Мы старались показать ситуацию со всех сторон. Поддавшись соблазну, Адам выбирает деньги, но после понимает, что совершил большую ошибку. По словам режиссера, основная мысль пьесы заключается в умении сделать правильный выбор и понимать, где добро, а где зло. У всех людей есть две руки. Одна хочет взять, а другая отдать. Так и решение принимает каждый сам. Эта тема актуальна не только сегодня, но и в будущем тоже. Просто сейчас изменилась ее форма. Мы очень довольны сегодняшним современным спектаклем. Коррупция – это одна из актуальных тем сегодняшнего дня. Очень хорошо использованы образы в спектакле. Спектакль, организованный антикоррупционной службой, предлагается к просмотру и госслужащим, чтобы чиновники получили пищу для раздумий и поступали по совести. Отметим, в связи с большим спросом на спектакль, театр внес в расписание дополнительные сеансы. Амина Усенова, Олахат Аргын, Ялкунджан Ашымжанов, телеканал «Алматы». На этом у меня все. В студии для вас работала Дина Жонабекова. Всего доброго и до встречи в эфире.